Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Православная Церковь Христа Спасителя 2017 год обозначен как год 500-летия со дня начала Великой Реформации и обновления мирового христианства. И сегодня буду отвечать на вопросы касательно реформации, буду отвечать на вопросы касательно деформации. Мир вам приветствую, приветствую, очень рад. Я вижу надписи, вижу эти послания и я буду видеть их не только здесь, даст Бог, и там будет высвечиваться все у меня. А, да, высвечивается, все, отлично, чуть задержкой. Я могу читать ваши послания, поэтому пишите, даже они будут здесь выявляться и будут там фиксироваться. Поэтому я смогу, даже если не сразу, к примеру, ответить, то чуть погодя смогу ответить на ваши вопросы. Вот, продвинутый батюшка уже. Научился делать трансляции, как бы, ну еще не в совершенстве, но учусь. Спасибо всем за поддержку, молитвы на поддержку. Я просил, братья тоже, сестер, там молитесь, говорю, вот, значит, за вот и техническое оснащение. Вот, значит, кстати, нужен ноутбук, кстати, может быть, кто-то, у кого-то есть, допустим, хороший новый ноутбук и думает, куда же посеять? Освежите со мной, я вам подскажу. Значит, куда посеять? Потому что нужен, ну, хотя бы двухъядерный, а лучше четырехъядерный и больше ноутбук, чтобы видео успевало все обрабатываться быстро, чтобы не сидеть порой часами за этой работой, значит, чтобы все было гораздо быстрее. Ну, это, между прочим, вот, значит, и ждем нашего благочинного со Словом Божьим, ждем нашего благочинного с, тоже, откровениями. Вчера кто, я думаю, что, да, вот и сестра Галина, кто еще из братьев там подключившийся, видел вчерашнее, значит, интервью, вчерашнюю трансляцию, то вы обратили внимание, да, что отец Алексей делится, так. Делится, значит, очень хорошо, значит, так, алло, так, чуть задержка, продолжить эфир, да, да, слава Богу, ага, 500 лет и реформация, все, пошло дальше, слава Богу. Да, значит, спасибо огромное за поддержку, и вот отец Алексей, кто вчера видел, он делился Словом Божьим, молодец, конечно, делился он именно вот, как сказать, искренно, да, делился он именно вот пережитым, делился насущным. И это я сейчас, я делаю, сейчас, несколько еще минут, вступительное слово, сейчас, и делаю сейчас ссылки на социальные сети. То есть, вот в сетях, которые подключены у меня здесь, да, вот, я, значит, делаю ссылочки такие, чтобы люди могли подключаться. Слава Богу, но камера дублирует эту трансляцию, поэтому даже если, к примеру, там, не дай Бог, там, с трансляцией что-то там не так будет, то у нас есть дублирующая запись, вот, на камеру. Это, и тем более на камеру, здесь микрофон лучше гораздо, он улавливает хорошо все, вот, поэтому люди могут, значит, потом записи уже хорошо все посмотреть. Так что, друзья, слава Богу. Так, и вот отца Алексея тоже. Отца Алексея тоже я выделил сейчас в сети. О, он не знает, да, он тоже, да, значит, и на его странице теперь тоже есть вот эта ссылочка нашего благочинного. Кто интересуется православной реформации, так, сейчас, 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 запись-то идет, сейчас, извиняюсь, секундочку, я сделаю здесь перезагрузку, чтобы увидеть, да, 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 слава Богу. Так, надеюсь, нет, трансляция идет, так, но почему-то там я не вижу ее. Так, извиняюсь, друзья, Галина, и кто еще из братьев, сестер, кто в сети, напишите, вы меня слышите вообще, чтобы я был, ну, уверен на сто процентов, чтобы не сомневался. Да, ну, запись-то это само собой, а вот чтобы, если у меня сейчас слышите, да, значит, и видите, ну, то напишите, как вот, со звуком и с картинкой, все нормально? Чтобы я, ну, не волновался и пошел дальше уже по теме. Жду вашего сообщения. Друзья, кто подключился? Моих нити, дайте о себе знать, что вы меня слышите и видите. Или я попробую перезагрузить, если, значит... Братцы, я знаю, что вы, я кличу вас, відгукнитесь. Відгукнитесь, відгукнитесь. Так, братья, сестры. Так, нема відгукн, да, нема. Так, відповідь. Так уж. Так, друзья. Ладно, значит, ну... У меня еще несовершенная практика. То есть я еще, честно говоря, не все знаю, что касательно вот этих трансляций. Так, ну, хорошо, есть запись такая. Вот, значит, братья, сестры, спасибо огромное всем за поддержку. Вот, за, значит, действительно то, что... Продолжить эфир. Да, продолжить. Вот. Ага, слава богу. Так. Слава богу. Продолжается эфир. А, все, а, ну, без перезагрузки получается. Да, да, все. Отлично. Аллилуйя. Вот так вот. Теперь я знаю, как алгоритм действия. Если что, не дай бог там опять повторится подобное. Я знаю. Теперь из этой ситуации даже выход. Ага. Вот так вот. Практика. Это великая сила, великая вещь. И вот, придает нам уверенность и прочее. Да, кто подключился онлайн. Значит, сейчас маякните мне. Все-таки маякните. Значит, вы слышите меня и видите. Все хорошо. С трансляцией. Чтобы мы перешли дальше к теме. И жду ваших вопросов. Если вы меня слышите, видите, то жду ваших вопросов. Касательно реформации и деформации. Потому что пять столетий назад. Вот, собственно, тема этого эфира. Пятисотлетие, садя начала реформации. Это не только история прошлого. Для нас, христиан, это день сегодняшний. То есть, для нас, христиан, это не только день вчерашний, но и день сегодняшний. Поэтому, друзья, значит, реформация, как вот слова в том эфире, в прошлом эфире, я обозначил эпиграфом слова Киприана, архиепископа, святителя Карфагенского. Киприан, архиепископ Карфагенский, лидер североафриканского христианства. Он как раз и еще в третьем столетии утверждал такие слова, провозглашал «экклезия сэмпер реформанда» – «церковь непрестанно реформируется». Еще переводят именно «церковь непрестанно всегда обновляется», но реформанда именно реформируется. Церковь непрестанно реформируется. Потому что, если не реформируется, то, извините, тогда уже деформируется. Или реформанда, или деформанда. Но наше действительно дело, чтобы церковь была постоянно, всегда была реформация. В реформации, в жизни Господа Иисуса Христа, в движении. Слава Богу. Вот так вот, друзья. И о деформации церкви, и о реформации церкви. Я провожу семинары. На протяжении этого года, год 2017, уже заканчивается. Уже ноябрь месяц, знаете ли, гостопад. И впереди декабрь, последние два месяца, завершающие этот год, 2017. Так вот, и на протяжении всего этого года я проводил семинары, большей частью и служения, большей частью в России, и в Украине также, и в поездках, в ближайших наших этих странах. Проводил семинары по истории христианства. И все эти семинары я посвящал, так или иначе, именно как раз 500-летию, садя начало реформации. И говорил о деформации, и о реформации. И о истории деформирования церкви, и о истории реформирования церкви. О истории трагедий, больших и малых трагедий. И о истории побед. Нет, потому что и того, и другого много было в церкви, знаете ли, и много всякого, и трагикомичного порой, знаете ли, вот, и много такого величественного. На примерах плохих, допустим, трагичных примерах, мы учимся, знаете ли, вот, не грешить, учимся не повторять ошибок прошлого, ошибок наших предшественников. На примерах хороших из истории христианства мы учимся подражать вере наших отцов, тех, кто проповедовал нам Слово Божье. Были вопросы, но не в этом сейчас, вот, не в этой строке, а вопросы в социальных сетях, которые сегодня я прочел. Вот, наверное, начну с них. Но жду здесь ваших вопросов, тоже пишите прямо под этим видео, прямо под этой трансляцией. Пишите ваши вопросы, потому что я буду их видеть и отмечать для себя. И, или же сразу, или же постепенно буду отвечать на эти вопросы. Касательно реформации, касательно деформации Церкви Христовой, Церкви Божьей. Так вот, и в Слове Божьем говорится, что если кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Знаете ли, вот, поэтому, наверное, было бы правильно, действительно правильно. И вот, дальше сказано, что воскресивший Христа из мертвых воскресит и наши, ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. Знаете, вот, друзья, вот, все послание Нового Завета, оно, по сути, говорит о великом таинстве спасения, великом таинстве, которое можно обозначить словами Писания. Христос в нас, Христос в вас, упование славы. И это великое таинство веры, великое таинство Нового Завета. И я сейчас обращаюсь к тем, кто в эфире, и к тем, кто, также, кто смотрит это видео. Потому что, значит, видео пишется, и даже эта трансляция, она будет сохраняться автоматически на моем канале Ютуба. Поэтому вы можете потом это все посмотреть по новой. Вот. Вот, значит, и, а вот, кстати, здесь вот интересно слово, я сейчас не прочитал, надо будет все прочитать. Мне понравилось, интересно. Пишет человек, наблюдая за вашим жизненным путем, получается, ваш жизненный путь, вы не приводите людей в православие, а вводите протестантизм. И люди, наблюдая за вашей деятельностью, скорее захотят стать протестантами, а не православными. А, вот, кстати, интересный вопрос тоже, да, ну, как бы, это не вопрос даже, а как бы. Вот, значит, и для меня, знаете ли, для, как для христианина, в первую очередь, а только во вторую очередь православного, для меня важнейшее, чтобы люди пришли не в протестантизм и не в православие, и не в православие, и не в протестантизм, и не в католицизм, и не от спасения. Друзья, вот, и не православная церковь, и не католическая, и не протестантская, никакая церковь вообще в мире, она не спасает. Только Христос спасает. Поэтому я привожу людей к Иисусу. А куда они уже пойдут, я и в костелах католических встречаю людей, вот в Николаево, в частности, да и здесь, в Одессе, кстати, тоже, в Одессе, говорю, значит, там, в Одессе, где я был, значит, там, служил, значит, неоднократно. Значит, тоже, значит, люди в костеле, в римо-католическом костеле, которые пришли к вере в Иисуса Христа, покаялись, родились свыше, возродились именно через мою проповедь. Бог использовал мои уста, мое свидетельство, чтобы они вот познали Господа. Вот, даже в Варшаве, когда я проповедовал в костеле, в этом, таком, евангелическом, как он, шпиглиц или штиглиц, как-то, жатва, как вот, жатва или вот, и урожай, как-то вот, как-то, я забыл название. Слава Богу. Слава Богу. Иисус Господь. Аминь, аминь. Иисус Царь. Да, 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 да. Вот, слава Богу. Сейчас отец Алексей уже пришел, значит, и встречал в костелах, значит, тоже в Варшаве. В Варшаве, значит, в том числе, значит, именно католиков, которые обратились к Богу, приняли Иисуса Христа, вот, вот, через мою проповедь. В православных храмах Московского Патриархата, да, пожалуйста, проходите. Аллилуйя, так мне не надо помыть. А, вот, да, да, да. Я только зашел в это. Все, все, все. Тогда, значит, там, свет ближайший сюда. Да, да, да. А лучше не трогайте даже, чтобы... Лучше не трогать. Лучше не трогать. Да, да, да. Заразумею. А, если сюда, тогда лучше, все-таки, средний, средний. Да, да, да. Добрый. 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 Вот, у нас здесь сейчас, как бы, немного прерывается чуть. Значит, вот, и по техническим причинам, значит, отец Алексеев наш немного задержался просто. Так получилось. Надо было что-то там с машиной сделать. Вот, значит, но он приехал, слава Богу, наш благочинный с нами сегодня. И, значит, и я продолжу отвечать на, вот, как бы, комментарии. Да, это даже не вопрос больше, а как комментарии, как бы, замечания. Вот... Я понял, это брат пишет Евгений, или Евгений я, вот, я не уловил, честно говоря. По-моему, это брат Евгений. Если, я извиняюсь, если я неправильно, как бы, что-то скажу сейчас, как бы, не обижать, если вы сестра или брат, я не разобрал, честно говоря, по комментарию, значит, там не видно. А имя написано латиницей, и там непонятно. Ну, значит, вот для... Я только фамилию прочел Трапко. Для Трапко, значит, извиняюсь, Евгений или Евгений я, значит, скажу следующее, что и в храмах Московского Патриархата, вот, есть... Я встречал неоднократно людей, которые покаялись через мою проповедь, но они избрали такой путь. Однако же, они и по-прежнему до сего дня, до сего вечера находятся в Русской Православной Церкви Московского Патриархата, с которой я вышел. И я туда абсолютно не агитирую людей приходить. Но люди избрали такой путь, они пошли. Как бы, хорошо, это, как бы, это их решение, как бы... Я, когда привожу людей к Иисусу, и у харизматов, у писятников, у адвентистов от седьмого дня, в баптистских церквях, в лютеранской кирхе, также встречал я здесь, вот в Киеве, кстати, на лютеранской, значит, встречал прихожанин на лютеранской кирхе, который пришел к Богу, принял их Христа через мою проповедь, да? Пожалуйста. Отец Алисей, проходите. Витаю. 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 Да. Витаю. Витаю. Слава Богу. Да, у нас здесь. Сюда можно. Да, да, подвинуть можно. Даже нужно подвинуть. Ой, потому что... Ой, слава Богу. Аллилуйя. Почему-то зависает, написано. Витает. Ну, а опять... Да. Я сделаю чуть по-другому. Все. Сейчас должно быть получше быть. Вот. И, значит, я снова возвращаюсь к комментарию. Своему на замечание, значит, на комментарий Тропко. Значит, скажу, что приводя... Да, у меня тоже зависает. Но сейчас, братья и сестры, не должно уже зависать. Ну, как бы, надеюсь. Господь благослови наш эфир, и пусть без этих зависаний будет трансляция совершаться. Да, вроде нормально сейчас идет. Значит, и... От православной церкви, допустим, да? Очень вас люблю. Взяли тяжелое дело от Господа. Вы просто тот, на кого можно опереться. Это очень важно, слава Богу. Ну, это уже больше... Благодарение. Хорошо. Да, спасибо. Я думал, по поводу вопроса того. Ну, значит, тяжелое дело взялся. Ну, опять-таки, ну... Какой Господь призвал? Которому Господь призвал? Потому что сам по себе я бы никогда не осмирился подобно. Не то, что не осмирился. Честно говоря, я больше всего боялся, что именно к этому меня Бог призовет. Да, все церкви Божьей из Караганды, Евгения, слушайте чаще архиепископа, то Божьей коснется вашего сердца. А, это уже комментарий к самому Тробко, получается, или к самой Тробко. Да, значит, да, сегодня мы сделаем хлебопроломление. Я взял лаваш. А, ты не отставайся. Да? Да, ты не отставайся. Да, это тогда вот... Да, давайте, знаете, что сделаем? Мы вот все три чаши наполните. Ага. Да. Ага. Все три чаши наполните. У нас сегодня будет еще хлебопроломление. Вот этот еще? Да. А, прям полную сделаю эти чаши. А, полную, да? Да, да. Вот, сегодня мы еще сделаем здесь хлебопроломление Евхаристию. Вот, значит, и... Я возвращаюсь к вышесказанному. Вот, значит, я, значит, так... Вот так видно будет, да? Чуть-чуть. И отца Алексея чуть-чуть видно, да? Так. Вот, значит, камера не берет так широко, но так же видно у нас. Вот, значит, и от православной церкви мы можем стать православными. И мы таковыми вот как бы становимся. От протестантской церкви мы становимся протестантами, допустим, да? От католической мы становимся католиками. Но христианами мы не можем стать ни от православной церкви, ни от католической, ни от протестантской. Абсолютно. От христианами мы можем стать по-настоящему только лишь от самого Иисуса Христа. Принимая своего, как своего личного спасителя Господа. Поэтому, приводя людей к Иисусу, я меньше всего имею в виду, значит, куда человека направить. Мой вектор один, это Иисус Господь. Приводя людей к Иисусу на улице или в метро, или, значит, в самолете, в поезде, в автобусе, в электричке. Бла-бла-кар путешествую часто, значит, у меня получается бла-бла-чорч. Передвигаясь по бла-бла-кар, слава богу, за вот эти подобные. И там бип-кар, там всякие другие, их много всяких сейчас таких сетей, где люди договариваются попутно. Это и дешевле, и выгоднее, конечно, значит, и имеем возможность передвигаться туда-сюда. Вот, значит, то, значит, конечно, везде проповедую, как евангелист, как миссионер. И, конечно же, я везде благовество о моем возлюбленном Иисусе рассказываю, делюсь свидетельством своим. Даже там, где, может быть, прямая проповедь, она как бы и не открыта сразу, как бы, недопустимо сразу прям, да, бывают всякие ситуации. То для свидетельства нет вообще преград никаких. Можно смело рассказывать о том, что Бог сделал в твоей жизни. А потом уже отталкиваясь от этого, уже дальше благовествуй уже, если человек дальше открывается, допустим. Вот, даже, но я из практики знаю, что даже самые закрытые порой люди, когда слышат именно действительно о действиях Бога, то, значит, действительно они вот соглашаются, открываются для Слова Божьего. Слава Иисусу Христу, Иван Левко. Слава на веки Богу Святому. Приветствую Львов, приветствую землю львовскую, с Киева, всем святым во Львове, радоваться. Еще говорю, радоваться. Так вот, и, значит, да. И вот, значит, скажу следующее, что приводя людей к Иисусу, уже, это уже опыт большой довольно, как бы, как евангелиста. Знаете ли, я это делаю, ну, с удовольствием, ну, всю свою христианскую жизнь. Знаете ли, вот, значит, я отвечаю на вопросы людей, в какой храм ходить, в какой костел, молитвенный дом, какое собрание их посещать. Я всегда говорю так, не то важно, говорю, куда вы будете ходить, главное, кем вы будете. Будь человеком, будь божьим человеком, будь христианином. А уже куда ты будешь ходить, это не так важно. Знаете ли, я христианин, даже если я в магазин иду купить булки, я христианин. Там в эфире вашего соучастника отцом, то есть батюшкой. В протестантизме такое обращение отчеба не возникает. Короче, я понял. А, Тапко. Вы не это, как бы, значит, православие с католицизмом? Нет, я не пытаюсь соединить, нет, ну, как, с католицизмом православие соединить, ну, как бы, а может быть и да, я не знаю. Но, в общем-то, такой идеи у меня нет, вообще-то, честно говоря. Вот именно, как вы выразились, православие с католицизмом соединить. Хотя идея интересная, конечно. Но, в принципе, католицизм с православием, оно воссоединено, как бы до юре, по крайней мере. До факта, конечно, еще нет далеко. Но, на мой взгляд, еще в 1963 году, в 67-м, извиняюсь, в 67-м году уже до юре это совершилось. То есть, раскол, когда произошел у нас между православием и католицизмом? Когда православие вышло из католической среды? 1054 год, да? 53-й, 54-й? 54-й год. 1054 год, середина 11-го столетия. И раскол этот, эрисхизма, да, продолжалось, ну, до юре, до юре продолжалось до 1967-го года. Дамы и господа, 50 лет, вот, скоро 50-летие отметим, кстати, в декабре, как раз мы отметим, даже в церкви здесь, вот, думаю, отметим 50-летие, значит, вот, преодоления этого раскола. Это схизмы. Дело в том, что в 67-м году официально, значит, представители Вселенского Патриархата, представители, ну, всех, фактически, ну, всех существующих каноничных, там, православных церквей, значит, присоединились к этой акции. Значит, официально сняли все прещения с католической церкви, значит, значит, все, было покаяние во всех этих анафемах, во всех этих, знаете ли, и проклятиях, во всякой-то вражде, и точная копия вот этого проклятия в адрес Папы и католической церкви, которая была в 11-м столетии, была опубликована точная копия этого документа в Стамбуле, ну, в Константинополе, будем так сказать, древним, торжественно сожгли. Торжественно предали, значит, ну, разорвали, сожгли, короче, уничтожили точную копию этого документа, провоздаст их, что все эти препятствия отныне, значит, не имеют никакого действия. И в этот же самый день, это было все в декабре 67-го, в этот же самый день Папа Римский с кардиналами, там, со всеми, там, значит, там, архиепископами, епископами на собор, на так вот, значит, точную, прям в Ватикане, в соборе Петра, кстати, об этом мало кто у нас вообще говорит, значит, это очень, это исторический был момент, считаю, огромной важности момент, просто мы его, как бы, до конца еще даже, даже за 50 лет так и не осознали до конца. Это историчность этого события, вот в чем дело. Мы порой делаем и даже не понимаем, что мы делаем, как бы, вот, так вот, и Папа Римский с кардиналами торжественно, такую же копию документа 11-го столетия, когда, значит, Папа Римский, кардиналы прокляли восточных, схизматиков, значит, там, значит, там, анафема, вот, был торжественно разорван и уничтожен. Вот, значит, и было заявлено, что отныне, значит, для католиков православные, да юры даже, братья, сестры и никакого препятствия у нас нет, для, включая евхаристическое общение. Восточный Патриарх, Вселенский Патриархат провозгласил, в согласии с патриархами, всеми, тогда, кроме Московского Патриарха, значит, который по политическим соображениям не смог присутствовать, тогдашний Патриарх, вот, значит, Алексей Первый Семанский, он не смог присутствовать, потому что, значит, хотя изначально дал согласие. На присутствии свое с митрополитами синодальными, но КГБ в последний момент запретило ему вылет, и поэтому московский патриархат не участвовал в этом процессе мирном примирения. Но все остальные патриархи в мире, какие есть, все в этом участвовали официально, публично. Есть видео, есть стенографии, есть фотографии этого, то есть это исторический документ, который есть. И дальше расскажу эту историю. И после 1967 года было торжественно заявлено, что имеется даже евхаристическое общение, и православные стали причащаться в католических костелах, католики в православных храмах стали причащаться. Московский патриархат, тогда это был Советский Союз еще, присоединился к этому действию чуть позже, в 1971 году, юридически. В 1971 году был собор в Москве, кто помнит из истории, тогда мы выбирали патриарха в 1971 году, за место почившего Алексея I, избрали патриархом тогда Пимена, кто помнит, патриарха Пимена. Я при нем, как раз при патриархе Пимене начинал свое служение. И мой епископ, который меня руполагал в священнике в 1991 году, тогда архиепископ Симон Рязанский, он был как раз возле Пимена и ближайшим, будем так говорить, другом. Патриарха, значит, старым очень другом. И, ну, конечно, не сам Пимен был душой вот этого присоединения к решениям, значит, соборному решению, значит, восточных патриархов и Папы Римского. Душой здесь был митрополит тогдашний Никодим, преснопамятный, да, значит, Никодим, Ленинградский и Новгородский митрополит. Вот, значит, и мой епископ, который меня руполагал в 1991 году, тот самый уже упомянутый Пимен, тогда архиепископ Рязанский-Касимовский. Вот так вот, с Никодимом он был вообще старым другом, значит, и кто бывал в келье, значит, архиепископа, значит, Симона Рязанского, то сразу заходя, первое, что видел человек, значит, это огромный под самый потолок портрет, был митрополита Никодима, значит, после трагической гибели, значит, этот портрет, он стал, значит, был отписан, значит, архиепископу Симону Рязанскому. Вот, значит, и, знаете, друзья, значит, поэтому я и говорю, что я не дерзаю, там, значит, там, решать вопрос 50-летней давности или тысячелетней давности, знаете ли, не дерзаю вопрос эти решать, значит, это не в моей юрисдикции, не в моей компетенции. Но между православными католиками, я так рассуждаю, да юре, значит, уже фактически примирение есть с протестантами, да юре, ну, не так все, конечно, гладко, но со стороны католиков, по крайней мере, да, вот митрополит Никодим Ротов, вот Иван Левко здесь вспоминает тоже как раз, вот, да, значит, и брат со Львова вспоминает. Да, святой был человек, конечно, вот, действительно, святой, ну, опять-таки, ну, тоже, да, разные есть мнения, но, значит, по крайней мере, то, что я знаю, значит, именно из уст моего епископа, которым я руполагал, значит, я знаю некоторые подробности, которых, ну, так, не публиковали, тогда, будем так говорить, и не публикуют, не читал, по крайней мере, из книг, я лично-то знал, и плюс еще знал некоторые подробности его биографии, его жизни из уст людей, которые были возле него, будем так говорить, долгие годы, когда он был еще, был, еще даже до епископа, он чуть не на руках у Папы Римского умер в Ватикане, пишет Левко. Ну, да. Вообще-то, в 91-м году, когда я разговаривал с тогда депутатом Госдумы, значит, Глебом Якуниным, вот, значит, со Львом Пономаревым тоже тогда общался, 90-х, начало 90-х, будем так говорить, вот, значит, и даже бывал на встречах депутатской комиссии по ГКЧП, которую Пономарев тогда возглавлял. Лев Пономарев приглашал меня, значит, тогда, значит, молодого священника, вот, на, вот, это вот, он, они приглашали разных священников, но особенно никто не приходил, почему-то, ну, по разным причинам. Вот, Глеб меня, вот, так вот, приобщал чуть-чуть, вот, вот, к этим дебатам. Ну, честно говоря, политические вот эти вот страсти меня не особенно волновали, но, как бы, ну, и я не сильно увлекался этими политическими всякими вопросами, но, знаете ли, вот, действительно, для меня тогда было очень важным именно вопросы церковные, вопросы самой церкви. И вот, и то, что я узнал, и то, что знаю, по крайней мере, это то, что митрополит Никодим, он сделал для церкви, как бы, очень многое. И комиссия вот та, депутатская, выступал Лев Пономарев, я был там в том собрании, там были депутаты Госдумы, там были, значит, ну, их помощники. Священнослужителей было очень мало, к сожалению, вот, московские священники отреагировали очень прохладно, к сожалению. Было буквально, ну, человек пять, может быть, московских священников, ну, и плюс еще с провинции приехали, вот, и я, допустим, приехал тоже с провинции тогда. Вот, значит, и, так вот, Пономарев тогда выступал, публиковались тогда вестники Госдумы, это официально, это и органы, которые, там документы такие фальшивые или какие-то еще не могут быть опубликованы. То есть, это, как бы, документы с Лубянки непосредственно, которые они вынесли в своих руках. Вот, Пономарев еще рассказывал очень, так вот, такую историю. Сейчас просто эфиром уже много, не хочу времени занимать, но там можно книгу писать вообще, как это все было совершено. 91-й год. Вот, значит, и, значит, и документы гласили, что было заседание КГБ СССР, тогда же, в 71-м году, в 71-м году. Значит, в 91-м, получается, 20-летней давности документы. Вот, значит, которое приняло решение о физической ликвидации митрополита Никодима. Вот, представлявшего, по мнению Лубянки, угрозу советской безопасности. Вот, потому что другие епископы-метрополиты были больше или меньше обузданы, значит, а там отмечало, что он не обуздан, что он, значит, очень самостоятелен, значит, и не поддается даже манипуляции. Вот, значит, и Никодим, выступая, допустим, на соборе в 71-м году, кто читал ЖМП, журнал Московской париархии, 71-го года, те знают, о чем я говорю. Кто не читал, ну, просто поверьте, или найдите материалы, почитайте, не пожалеете. Даже цензурное издание, оно производило впечатление именно революции, на самом деле. Потому что Никодим, это цензурное издание, я повторяю, потому что, значит, ЖМП не все публиковал абсолютно, не все стенограммы. Вот, значит, а я знаю лично из уст архиепископа Симона Рязанского, который присутствовал там непосредственно, значит, его комментарии слышал вживую, вот, которые просто меня, ну, как повергли, такой тогда просто священный какой-то ужас. Я понимал, что Никодим предлагал, по сути, реформацию очень серьезную. Программа реформ была оглашена такая, что была такая тишина, говорит, среди выступавших, среди всех там преосвященных, кто присутствовал тогда со всего Союза, что если муха бы пролетела, Симон говорит, все бы услышали ее. Такая тишина наступила вообще, все смолкли просто вообще. Вот, а то, что Никодим предлагал, это было просто действительно революционно. Вот, значит, ну, я среди прочего упомяну, допустим, вот, одно из первых, это присоединение к решению всех православных церквей о снятии всех прещений с католиков. Он пошел дальше, он предлагал то же самое сделать по отношению к протестантам, значит, что заявить об общехристианском нашем единстве. Вот, по поводу старобрядцев, значит, что неважно, какими пальцами, там, тремя перстами, двумя перстами, вот, что это все настолько, ну, мракобесие, на самом деле, мракобесие человеческое. Вот, значит, и, значит, голосование было открытое, за, против, воздержался. Собор проголосовал фактически единогласно. Там чайкисты рвали и метали вообще. Знаете ли, потому что с молчаливого согласия собора и участия, вот, были приняты многие решения. Но, правда, то, что Никодим предлагал, по сути, это вообще отказ от славянского языка, переход на, понятно людям, русский язык. Это было оглашено на соборе в 71-м году, я повторяю, в 1971-м год. Предлагал сократить литургию по образцу Второго Ватиканского собора, перейти к тому, чтобы, значит, священники сделали шаг вперед к людям, в массы, как бы. Реорганизация монашества, наподобие, значит, опять-таки, уже опыта католической церкви, имеющей многие ордена. Именно сделать, ну, как бы, ну, то есть, это, на самом деле, многие другие вещи, которые Никодим говорил тогда, это было революционно. Архиепископ Симон Рязанский, который это все рассказывал, честно говоря, он сам очень сильно все это переживал, значит, и вот так вот. Ну, это и обслуживаю, потому что прозвучал вопрос, значит, о воссоединении католической и православной церкви, я, как бы, этим не занимаюсь абсолютно, вот, но я проповедую и в костелах католических, и в православных храмах, в протестантских домах молитвенных, но я не привожу людей, то есть, ну, это не моя цель приводить ни в костел, ни в кирху, ни в дом молитвенный, ни в храм православный. Моя задача приводить людей к Иисусу, а уже люди сами уже избирают путь, куда они пойдут. Мне, по сути, по большому счету, не так это важно, вот, и Господу, я так тоже понимаю, ему не суть важна, куда человек пойдет дальше. Вот, конечно, я даю рекомендации, привожу людей к Иисусу, я даю рекомендации, конечно же, как христианин, я даю рекомендации. Читайте Слово Божие, говорю, вот, значит, любите Иисуса Христа, рассуждайте над Словом Божьим, вникайте в учение Божий, значит, да, значит, делитесь своей верой этой, значит, молитесь к Богу в простоте сердца, вот, я даю общие рекомендации, вот, но сейчас, как реформатор, конечно, я, вот, последних этих 20 лет, уже больше, чем 20 лет проповедую, Я, конечно же, говорю о том, что надо молиться только лишь Богу. Да, конечно. Многим это не нравится. И католикам, братьям, да, не нравится многим это. И православным многим это не нравится. Особенно Московского Париархата, откуда я вышел. Потому что, ну, знаете ли, до сих пор и простить не могут то, что принял такое решение когда-то в 96-м году. И я сомневался, был еще тогда по первости. Но теперь уже спустя годы эти я вижу, что, ну, и благодарю Бога, что поступил правильно. Пошел за Христом. Знаете ли, и вот из прочтенного Слова Божьего, конечно, я говорю, кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Да, вот и тоже Иван Левко здесь, и Галина тоже как раз подтверждает, вот тоже свидетельствует там в этих надписях. Можно будет потом прочесть это все. Вот как раз именно о том, что нужно приводить людей к Иисусу, да, на самом деле, ко Христу. Я благодарю Бога, что, значит, все-таки большая часть именно адекватно относятся именно вот к тому, о чем я говорю сейчас. И вообще к христианству как таковому. Вот, эфир посвящен реформации, 500-летию реформации. Сейчас буквально вот, значит, еще будет чуть у нас эфир, и мы продолжим. Тоже я попрошу ее нашего благочинного тоже, тоже пока подумать, да. Я подумаю, как получилось этот Савчин взял. А, хорошо. Кин взял, да. Брат, Андрей, да, из Слова Божьего, да. Хорошо. Из Слова Божьего, да. Вот, можно, допустим, ну, вот, как Дух Паведев, что называется. Я лучше просто как Вас Дух Паведев. Можно я слово скажу? Так, нет, конечно, даже нужно, даже нужно. Слава Богу. Я вітаю Вас, Возлюбленные, братья и сестры. Слава Иисусу Христу, нашему Господу и Спасителю. Навитки слава. Навитки слава Богосвятому. По деноминациям, по католикам, православным, протестантам и так далее. Багато цих питань. И в мене, вот, яке я маю розумение. Это не мое розумение, это розумение святых первых православных. Ну, тогда еще не было разделено. Есть такое розумение, кафоничная церква. Церква на духовном уровне. Аминь. Церква, это тело Христовое. Церква, как тело Христовое. И глава, глава церкви, Иисус Христос. Аминь. А мы все члени, допустим, мизинец, члени тела Иисуса Христа. И вот можно принадлежать какой-то деноминации, но не принадлежать телу Христового. Да, да, да. Так что, это не деноминация, не организация. Иисус прийде за своей невестою. Не за деноминацией, не за православием, не за католицизмом, не за протестантизмом. Нет, нет, нет. Он придет за своей церковью. Аминь. Да, и вот именно что святые первых веков про это писали. Это слава Богу, да. Да, Яков. Да, да, да. Так, да, да. И еще можно? Ну, насчет чего? Ну, насчет этого же? Да, ну, слава Богу, слава Богу. Ваше рассуждение? Да. Доброе. Ну, пока у меня все. Да, пока все. Слава Богу. Да, вот, брат, смотри. Да, вот как раз отец говорил о том, чтобы пришло на ум. Как раз нашел место. Так, так. От Якова послание. Послание Якова. Слушаем. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений и не тени перемены. Да. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слово, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающих самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающий природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Если кто из вас думает, что он благочестлив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сироты вдов в их скорбях и хранить себя неосперненным от мира. Мы любим, слава Богу. Как я понимаю, я не буду комментировать. Потом вот это, что брат прочитал Якова, это вообще, это, слава Богу. Я потом скажу на это, это просто в духе он сказал. Скажу, так сказать, в общем, не именно буду разбирать, а разбирать слово. Если не знаешь, так, основополагающих принципов, тогда забудьте. Какие-то думают, что новый заповедь начался с Евангелия от Матфея, с первой главы. Это не так. Очень важная замечательность. Многие это не понимают. Иисус Иисус, когда ходил на этой земле, он исполнял закон. Чтобы закончилось время закона, нужно было, чтобы одна человек исполнила весь закон. Одна человек, которая исполнила закон, это Иисус Христос. Никто не исполнил закон. И вот Иисус ходил по этой земле, он был на меже старого заповеда и нового заповеда. И вот некоторые берут, допустим, место описания, типа вот это, второе место описания, говорят, что когда женщина подошла к нему и говорит с целой мою донькой, он сказал, что недобре взять ежу у детей и кинуть псам. И некоторые на этом притекаются, притекаются, обижаются, скажут, что Иисус, а мы все, мы христиане, выходцы из языков, Иисус нас назвал самим. Потому что мы не понимаем, что новая заповедь, новая заповедь, это, что для нас началось из Христа, из слов, совершилось. Аминь. Аминь. Вот когда совершилось, тогда начался новая заповедь. И нам, Иисус, как пример, как пример жить до этого, до крови своей, до Моговы. Как пример, как жить, как жить, после того, что некоторые, не понимающие, говорят, что нужно страдать и так далее. Не нужно страдать. Иисус забрал все страдания на себе. На себе. Аминь. И нужно это понимать. Нужно это понимать. Вот. Так что слава Иисусу Христу. Да. Великий слава. Да, очень хороший комментарий. Я очень рад за то, что сейчас это прозвучало. Потому что, действительно, вот, чтобы уразуметь вообще, понимаете, не только это местописание, вообще, чтобы не вырвать из контекста, чтобы понять это все целомудренно, правильно. Держите всегда в уме Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Ненародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Жизнь вечную. Да. Вот, держите это в голове. Держите в голове кровь Иисуса Христа, Мессии. Да, Иисус многое из того, что говорил, некоторые говорят, вот, Нагорная проповедь, это эталон жизни христианина. Это, господа, братья и сестры, это далеко не так. Значит, многие слова, которые мы читаем из Нового Завета, относились ко времени именно, вот, действительно, вот той священной для нас уже истории. Потому что с момента Иисус, Иисус говорит, Иисус говорит, возлюбить ближнего как самого себя, толкуя закон, объясняя закон. Но сам он так не поступил. Сам он поступил иначе. Он поступил, действительно, именно возлюбив ближнего больше, чем самого себя. Уважая нас и любя нас больше, чем самого себя, и отдав свою жизнь за нас. Вот, хотя бы такая иллюстрация, пример такой. Вот, значит, и для нас Новый Завет – это кровь Иисуса Христа. Сегодня мы будем воспоминать Голговскую жертву. Сегодня мы будем совершать хлебопреломление, Евхаристию Божественную, прямо здесь, за столом. Я взял вот плотный наградный лозы. У нас есть, значит, хлеб из земли. Вот, и это есть, вот, как бы, видимые знаки вот этого божественного, вот этого, как раз, божественной Евхаристии, этой хлебопреломления, нашего причастия, тела крови Христа. Потому что мы веруем, что искуплены кровью Господа Иисуса Христа от суетной жизни, от греха, от проклятия, от закона, от всего. Мы искуплены кровью Иисуса Христа. И теперь, даже если, как вот вчера рассуждали, кто был, кто подключался или видел в записи уже вчерашнее, наше вот это вчерашнее рассуждение, те, наверное, обратили внимание, да, что рассуждали, в том числе, вот, о законе и благодати, да. Вот, значит, это, как бы, очень важное рассуждение. Я это осознаю все больше и больше, вообще-то, в своем христианстве осознаю. И, значит, однажды, вот, в 98-м году я это увидел своими глазами, важность этой темы, вообще-то. Меня пригласили в город Смело, Тараса Шевченко, станция. Значит, как раз семинар проводить на эту тему. У них библейская школа была, и вот, как раз, тема закона благодать. Вот, я взял тоже основным местным писанием, что закон через Моисея, благодать и истина через Иисуса Христа произошли. Вот, и раскрывал из Ветхого, из Нового Завета эту тему. И, представляете, на втором занятии, вот, было освобождение, вот, одной женщины от бесов. Вот, она страдала припадками такими, как эпилепсические такие припадки. Но это была именно реальная держимость. Вот, значит, и она освободилась. И, значит, и, знаете, вот, удивительная вещь. Потом со Смело мне уже братья приезжали, рассказывали, вот, надо же, вот, эта женщина много лет страдала. Этим вот недугом, да, значит, за нее там тоже и молились, и все. Вот, но вот тогда на занятиях она получила освобождение. Представляете, значит, и вот прошло, вот, Боже, пару лет, она здорова вообще. Вот, и мы, вот, просто удивляемся вообще. Это не просто временное было такое, а полное освобождение ее. И что повлияло на женщину эту, вот, меня это тоже тогда очень сильно зацепило, надо же, думаю. Вот, именно вот понимание благодати. Она просто услышала Слово Божье. Значит, вот, услышала Слово о благодати, о законе благодати, что мы сейчас под благодатью уже, не под законом. И она, вот, для нее это подействовало так, что бесы не могли больше удержаться в ее теле. Представляете? Вот это да, то есть, Словом духов, вот, извиняем мы, Словом Божьим. Вот, и вопрос там, что, сок или, значит, вино использовать. Опять-таки, это не суть важно. Вот, вот вопрос был как раз, прозвучите, вот сейчас я прочел. Я, я читаю, стараюсь читать еще вот ваши вопросы, комментарии. Вот, не то важно, что используете вы, значит, самое важное, можете послушать и мои проповеди на эту тему. Отдельные. Вот, самое важное, что вы принимаете именно кровь Иисуса Христа, божественную кровь. А под видом это вина или сока, это не суть столь важно. Будем так говорить. Вот, значит, вообще, слова сок нет в Библии, там есть вино, значит. Но, опять-таки, даже если вы виноградное вино используете, то, ну, я рекомендую, чтобы это было не крепленное и не градусное такое, знаете ли. Вот, даже если покупаете, допустим, когор, то открываю его специально, значит, и чтобы он за сутки или больше все пары выветрились. Спиртовые. А чтобы спиртовые все пары эти выветрились. Мой священник меня учил так делать, вот, значит, у которого я в 88-м году начинал служение, отец Иоанн Кведович, он в воскресенье открывал все эти бутылки с когором, значит, для евхаристии, который с ебарки покупал, значит, и за неделю все это выветрились, все эти пары. И до воскресенья это было уже без спиртовое, знаете ли, вот это вот, значит, поэтому, значит, да, а так, вот, самый лучший вариант, это бутылка, значит, сока, значит, синагогального. Прямо из Израиля. Слава Богу. Да, прямо из Израиля. Я, значит, там было несколько в синагоге, здесь, в Киеве, Бродского синагога, там было несколько этих бутылок, там украинский сок продавался, значит, там, значит, там, из США сок, кстати, тоже очень хороший, такой, концентрированный. А я попросил именно вот израильский, говорю, есть, говорит, есть, и вот на шаббат вот покупал, значит, именно, значит, израильский сок. Вот для меня это было очень, мне было это очень приятно, допустим, вот, значит, и, ну, опять-таки, мы снимали квартиру здесь вот, тоже в этом районе, сейчас на Киото, значит, а то, значит, там дальше улица Малышка, в сторону, если вот туда вот, на Дарницу, значит, от Черниковской, в ту сторону. На Лесовую это Киото, а туда Малышка идет. Ну, как одна улица, по сути, продолжение одно другое, значит, вот через дорогу только. И вот, значит, интересно, мы жили там на Малышка, снимали квартиру в 98-м году, значит, и представляете, значит, там, это малосемейка, это кухня такая, вот, не знаю, ну, треть, наверное, вот этой всей. Там один зайдешь, это хорошо, вдвоем уже тесно, уже не продохнуть уже. Сидячая ванна такая, значит, и одна комната, вот, а комната, вот как эта вот кухня, там только кровать, вот если все раскладываем, это одно спальное место, будем так говорить, и все. И маленький балкончик, балкончик меньше даже этого, он такой миниатюрный, выходишь, и сразу вот стенка вот эта, все, то есть, как бы там, понимаете, это даже, как бы, ну, полубалкончик, будем так говорить. Все минимизировано, вот такая пятиэтажка там такая, и мы там были в этой квартире, у нас было тогда трое детей, четвертый наш ребенок родился там. Представьте, четвертый, четвертый детей, включаем, намовля, значит, мы с женой в таких были умовах, да, как это назвать? Условия. Да, значит, и, значит, и там, значит, приезжал к нам один пастор, там протестантский Андрей, он чуть не всплакнул там, говорит, я, говорит, слышал о святых, но теперь я вижу о святых. Он, говорит, как-то так прокомментировал там, достал денежку-то благословил, значит, вообще, я буду молиться за вас, чтобы Бог получил квартиру. Вот, значит, за все, нет, просто сейчас прошли годы, сейчас интересно даже это все вспомнить. И представляете, значит, мы, значит, с женой на кухне, дети в комнате, там больше ничего нет, как бы, значит, и, значит, и, а мы как раз купили пряники, значит, и молоко купили, значит, вот здесь, на малышках, на рынке, значит, на юности, на юности. Значит, и пряники свежие такие, похуже такие, дети с удовольствием их растаскали эти пряники, значит, молоко свежее, все, значит, и, представляете, значит, и вижу дети, что их много таскают, этих пряников в комнату. Ну, ладно, я так решил проследить. Раз, так, заглянул туда, значит, в комнату, значит, чем там дети занимаются-то. А вижу, они там рассадили всех медведей, значит, кукол всяких рассадили в круг, значит, там. Настя там изображает, вроде как бы, там, пастор, не пастор, но она, короче, там, всем руководит этим мероприятием. Да, значит, вот, она, значит, там, всех кукол, там, вроде как у них церковь, играют в церковь. Это классно, когда дети играют в церковь, кстати. Значит, и, значит, Серафим там наш, еще был совсем маленький, он без штанов, значит, там, был прихожанин среди кукол медведей. Да, значит, да, значит, Коля, он был такой, средний, еще по размеру, значит, он, значит, Библию, там, ну, правда, квертормашками, он, понятно, читать не умеет, ничего, ну, так, что-то там говорит, что-то, вроде как проповедует, вроде даже, как бы. Ну, я когда заглянул, значит, там, дети, о, папа, ну, с нами присоединяйся, как бы, значит, тоже поиграешь, как бы, с нами. Ну, они не говорили, поиграешь, ну, как бы, присоединяйся к нам. Ну, я этого, конечно, воспринял, как игру, конечно же, воспринял, поначалу-то, значит, поначалу только, вот, еще тоже сел среди кукол, никогда еще не был в кукольной церкви, честно говоря, знаете ли, куклы, медведи вокруг, значит, вот, и, в общем-то, вот дети мои, значит, и вот, и потом причащались, они, кажется, в причасти играли, значит, и вот, значит, и вот у них молоко и пряники, вот это у них хлебопреломление было. Да, да, значит, они там, медведи всех этих кукол причащают, ну, сами едят за место них, конечно же, вот, значит, причащают, значит, сами причащаются, ну, и я причастился с куклами, со всеми, значит, там, они рады были еще тому прихожане, ну, как бы, что папа тоже прихоранен у них в кукольном такой, в кукольной церкви, значит, и скажу, что вот прошли годы, с 98-го уж, сколько воды утекло, знаете ли, много времени прошло, но самое интересное, знаете, вот, до сих пор прошли годы, до сих пор вспоминаю о причастии, вот, вот это присутствие Бога, вот, я скажу, я в своем христианстве до сих пор, прошло много лет, да, но до сих пор в своем христианстве я мало где переживал такую благодать, значит, вот как вот причащаясь в кукольной церкви, такой, значит, с молоком и прятниками, знаете ли, рассуждая о теле крови Христа, вот, вот, искренность детей, вот это все, знаете ли, вот, а, еще, они на балкон выходили, перед тем, значит, выходили на балкон, вроде как у них там пробовать, не пробовать с балкона была еще, оказывается, значит, а мы, а с кухни там слышно, форточка открыта, лето, значит, форточка открыта, слышно там, что